Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. Ну и обсудим очередной влог. Прислушались к совету подписчиков. И всё у нас получилось. Дачные дела. Готовлю пирожки. Ну что, Уралка с Сарафаном приехали на дачу. Опять она что-то там потопталась, потопталась. И якобы решила поработать. Да, как будто она, знаете, прислушалась к подписчикам. И решила чеснок, значит, связать и его повесить. Уралочка, а что ты в косичке не связала чеснок? Как красиво бы подсыхал в косичках. Говорит, косы плести не буду. Она едва справилась с этим чесноком, просто его завязывая. Абдугани не очень-то хотелось работать на даче. Ну, знаете, в комментариях пишут. А что вы хотите, якобы, чтобы пацан ещё и на даче работал? В таком возрасте ничего не хочется. Слушайте, что значит ничего не хочется? Как это так ничего не хочется? Я в этом возрасте помню себя. И я с удовольствием помогала родителям, смотря как заинтересуют. Конечно же! Абдугани ждал, что опять ему деньги будут отстёгивать. Мне никогда никто ничего не отстёгивал. Я просто помогала. Это зависит от человека. Это зависит, как воспитали ребёнка. Помогать, не помогать. Вот он и уселся на эту качель, как говорит Уралка. И сидел надутый. Потому что понимал, что даром-то ему работать не хочется. Уже же научили. Деньги отстёгивали за работу. А теперь нифига. Вот он думал-думал и работать не хотел. Что почему раньше платили, а сейчас нет. А тут ещё крыжовник собирать нужно. Ещё тут помогать с этим луком. Вернее, чесноком. Ну, значит, Уралка возилась с этим чесноком, да. Сарафан подходил к ней, хохотал. Счастливый, слышно, за кадром. Такой счастливый, что прям, слушайте, никогда он таким не был. Никогда. Ну, и потом он повесил этот чеснок, который Уралка поскручивала просто в пучки и связала. И говорит, вот кто-то придёт, возьмёт один и уйдёт. Не ценит якобы чужой труд. Но это он говорит Уралке. Уралка ничего не ответила. И что-то начала лепетать. И он говорит, кому это я говорю. Уралка тут же повторила. Говорит, у меня-то слух. Ой-ёй-ёй. Уралка, да, слух-то у тебя, ой-ёй-ёй, слух. Но только вот ты не любишь никого слушать. А когда слушаешь, тебя колбасит. И это заметно. Тогда у тебя всё ходуном ходит, когда тебе приходится слушать особенно внимательно. Ну, и что? Значит, потом Уралка сидит, говорит, сейчас ещё надо будет крыжовник пойти собрать. Кружовник, говорит, как я говорю. Ну, я, говорит, знаю, как правильно говорить. Крыжовник. Ну, а потом Сарафан ей напомнил, чтобы она якобы рассказала про обои. И тут понеслось, что вот мы думаем, что будет очень красиво, что якобы каждому своё, кому что нравится. И вот у нас будет светлая кровать. И слушайте, она всё про эту кровать. Всё про эту кровать, что будет у них светлая кровать. И будет всё прям шикарно. Окна большие. Будет светлая комната. И слышали, что Сарафан сказал? Если нам не понравится, мы можем приклеить, потом всё сорвать и новые купить. Ну, конечно, вы же миллионеры. Что здесь скажешь? Конечно, вы можете всё сорвать и новые купить. Да, вы же имеете полные карманы денег. Только что ж так вы побираетесь-то, а? Если вы такие богатые и сидите, карту выставляете на стриме в ожидании донатов. Вы же богатые. У вас же хватает денег. И обои приклеить за 4 тысячи, а потом взять их, сорвать и снова новые купить. Это такие гнилые понты, что типа мы можем позволить тебе всё. Правда, Сарафан? Ну, а дальше, ребят, самое смешное. Когда Абдугани спрашивал у Уралки, или этот портрет заберут в квартиру, который бисером был выложен. Тот портрет, что якобы, ну, подписчица принесла, Уралка показывала. И Уралка говорит, конечно, конечно. А то он говорит, этот портрет якобы на меня смотрит. И он типа будет бояться. Прикиньте, ребят, я уржалась. И говорит, папа-то точно смотрит. Про себя-то она промолчала, потому что понимала, что в видео про себя говорить не надо. А там не папу-то боится Абдугани. А мачеху, которая рядом с папой на портрете, и что это совсем не годится, что рядом должна быть совершенно другая женщина, это Абдугани тоже усвоил. Я думаю, что ему это сказали. Причём изначально сказали. И говорит, что пугается этой картины. Ну, естественно, пугается картины. Пугается бабки на картине. Она у него точно вызывает ужас. Дальше уже Уралка гнилые понты кинула про обои. Не переживайте, девочки, не переживайте. Если обои нам не понравятся, мы сразу их уберём и поклеим другим. Ну да, миллионерка с протянутой рукой. Дальше Уралочка уже спросила у Сарафана, или готовить-то надо, или проголодался он. Ну и что, тут же побежала, получив одобрение, уже готовить пирожки. Вы знаете, мне кажется, что Уралка быстрее успела проголодаться, чем Сарафан. Поэтому она же всегда спрашивает, что надо идти уже готовить или не надо. Перетрудилась уже, сидела этот, чеснок перебирала, что бегом на кухню попёрлась. Ну и показывает, показывает, что она там уже этих пирожков наклепала. Целый стол. Ну и, значит, жарит она пирожки, и Сарафан прибегает. Какая красота, какая вкуснота! И, говорит Уралка, дождь опять ничего не даёт делать, а у вас вечно. У вас вечно дождь и не даёт вам ничего делать. Вечно вы не можете ничего сделать, вам то дождь мешает, то солнце мешает. Главное, что в квартире никто не мешает. Сарафан спрашивает, говорит, а кушать, говорит, мы ничего не будем готовить. Интересно, а Уралка что готовит? Именно кушать и готовит. Ну, его, видимо, не устраивают эти пироги, ему надо что-нибудь пожирнее и побольше. Будем, говорит, готовить, будем. Говорит, потом, если что, домой возьмём. Дома только суп. Слушайте, там целая поляна была накрыта. Там же и сосиски в тесте были. Там же и какие-то рулетики были. Ну да, и суп грибной. И шо, уже все рулетики втолкали в себя, все сосиски в тесте уже съели, подчистую всё побрили. Что-то больно шустро. Дальше Уралка уселась уже, как сундук за стол. Да, чтобы и есть. А Сарафан бегает и видно, что злится, что по сто раз ему нужно бегать. То салфетки, то кружку, то чай не буду. Ну и дальше размычался Сарафан, как всегда, мычит, стонет с этим пирожком, в рот толкает. Во, Уралка хорошая учительница. Научила его стонать и мычать. Да? Ну а дальше Уралка решила отомстить Сарафану за слёзы. И, значит, она его попросила стельку приклеить в её эти балетки-лодочки. И, значит, выходит она на улицу, а Сарафан в её туфлях ходит по улице. И она ржёт, аж обсыкается, слушайте. Аж не может остановиться. И говорит, ты чё, говорит, в моих туфлях, что ли, ходишь? А он говорит, и я их приклеиваю. Трындец. Уралка хотела его заснять, а он не дал. Слушайте, ну уже и молчала бы, не позорила бы мужика. Хотя, а чё, он её позорит вечно на весь белый свет, а её позорить нельзя. Так что, тут это нормально всё. Ну а Сарафан весь в делах, весь на связи. Ему там отзваниваются, кто когда придёт, чё делать. Стяжку, плитку. Короче, такой деловой. Прям фраер, фраерок. Ну да, теперь у него есть квартира. Теперь он не бездомный, да. Короче, накопали картошки. Видно, что картошка так себе. Ну, ещё, наверное, и не выросла. Но Уралку жаба задавила, что у тёти Наташи картошка огромная. Ну, она там, говорит, от мороза её закрывала. У неё какой-то там специальный сорт. Но Уралку, как всегда, зависть взяла. Она же всё время кто-нибудь что-нибудь там посеет. Уже Уралке быстрее надо, чтобы быть наравне со всеми. И всё успевать за всеми. Она ж такая жабодавящая. Ну, и, значит, сидит Уралка, как всегда, под крышей, снимает дождь. Парни за водой пошли. Да, прям под дождём. Ну, а чё? Уралочка, как барыня, она продолжает абсолютно ничего не делать, да. Кроме как жрать готовить. И, правда, ничего не изменилось за всю жизнь. Раньше, когда родители были живы, они пахали на огороде, а Уралка за жрачку отвечала. Точно так же и с мужем первым он в огороде работал, а она только жрать варила. Сейчас точно так же. Хотя, вы знаете, ещё пару лет тому назад она хоть что-то делала. Она хоть с этим плоскорезом стояла, позировала, не позировала. Но даже снимали они некоторые моменты, когда она там работала. Да, пусть может на камеру, но всё же. А сейчас всё, ребят, всё. Абсолютно всё делает Сарафан. Ну, правильно, он и должен был делать. Как же это нужно было подбираться к Уралочке под её и юбку для того, чтобы квартирку заполучить. Ну, и дальше Уралка сидит, говорит, ну вот, крыжовник не соберём, так не соберём. Мы его себе и не хотели. Кстати, я такой вкусный кружовник делаю. Мама моя так же делала. Мы делаем его, прям на друшлаке мы делали. И он у нас получался как повидло. Такой вкусный. А этой ничего не надо. Абсолютно ничего. Лишь бы газировки купить, какой-то вредной магазинной продукции с добавками, да, которую вообще есть нельзя. Но только не компоты, только не варенье. Но всё же закончился дождь, и попёрлась она к этому крыжовнику. Попёрлась собирать, да, с мокрющего куста. Когда дождя не было, Уралка стояла с этими пирогами на кухне. Вместо того, чтобы собрать крыжовник, пока дождя нет, Абдугани выдали телефон и собирали вдвоём, что ли, с Сарафаном. Хотя нет, Уралка собирала, а Сарафан снимал Уралку. Что она трудяшка, что она всё-таки хоть что-то решила поделать на даче, представляете? Ну, а дальше уже Уралка сидит в машине. Причём, прошу отметить, без макияжа намылась в бане, сообщила всем, что она намылась в бане. Да. И что, Уралочка, ты не показывала себя за столом, когда сидела? Ты без макияжа была? Вот ты и спалилась, зарёванная была и ещё и сбудунища. Видать, там глаз не видно было, поэтому и не показывала. Ну и дальше уже они в квартире уже, Сарафан показывает, где, чё там и как будет. И хочется ему, чтобы ещё в туалете был умывальник. Слушайте, я вообще не понимаю, для чего в туалете умывальник? Если есть для этого ванная, где умывальник, где душевая кабина, машинка стиральная. Нет, я всё понимаю. Он, наверное, имел в виду не умывальник, он, наверное, имел в виду душ гигиенический. Или он не в курсе вообще таких вещей. Я понимаю, что им нужна вода в туалете. И с бутылкой, с ванной же не будешь ходить. Но он просто не знает, как это объяснить, да? И, возможно, чтобы особо люди не понимали его, потому что для него, может быть, это как-то постыдно. Что-то объясняет, объясняет, стоит в этой ванной. Чинчинарём, чинчинарём. Он же других слов не знает. Зато как поднялся таджик за счёт здоровья инвалида второй группы. Ай да молодец! Слушайте, ему вообще медаль надо выдать за то, что у него такая терпелка большая относительно Уралочки. А вот по другим его делам тут не медалью пахнет. Что интересно, ребят, Уралка вообще не принимает участие, что где будет стоять, да? Ей просто сарафан рассказывает, как что будет. То есть они совместно не решают ничего. Как он решил, так и будет. Ну, а что удивляться? Что удивляться? Уралка уже не имеет своего мнения, не имеет своего слова. Поэтому всё теперь будет делать сарафан так, как хочет он. А захочет ли он большую кровать белую? Вот это вопрос! Хотя почему? Может быть и захочет, но только не для Уралочки. Да, только не для Уралочки. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока!